Чудесное окончание чудесного года. Лето началось в апреле и зима настоящая, уральская, снежная и морозная. Особо это начинаешь понимать, зайдя во дворец Рамазана. Да потому что здесь поселилась Индия. Ненадолго, естественно, а всего лишь до 16 декабря к вам в гости приехала самая желанная страна. Причем желали ли ее всегда? Ее краски, ее ароматы, ее камни. Колумб, кстати, куда плыл? В Индию? В действительности же не каждый поедет на Гуа, хотя я всем рекомендую попробовать этот вкус Индии. Но для того, чтобы понять, как там выглядят рынки, можно приехать сюда, во дворец имени Рамазана. Дело в том, что я специально посмотрел и убедился. Все то же самое есть и в Индии. Только здесь оно по гуанской цене. Вообще, в идеале, весь Магнитогорск должен посетить эту выставку. Да потому что наши металлурги и металлурги Индии – это близнецы-братья. Ведь именно Магнитогорск как-то строил ту индийскую металлургию, которая стала первой в мире. Тогда на Волгах ездили те, кто привез много инвалютных рублей. Первые видики и нормальные телевизоры везли они же, как и впечатления, оставшиеся на всю жизнь. Вот так, к примеру, должны выглядеть настоящие стулья из дерева, а не то, что у нас продается. Такие вещи сюда не привозили, в этот раз привезли. Поэтому хоть раз зайдите да посмотрите, из чего делается настоящая мебель в Индии. Сегодня Индия – это очень амбициозная страна. А как же? Ведь рядом Китай, который делает все. Вот только за Китаем стоит именно Индия. Как владелец команды Формулы-1, как владелец гораздо большего, чем Голливуд, Болливуда. Как страна с одной самой качественной, самой дешевой медициной, в том числе и для туристов, планшетники, тату-нано за 2700 долларов, самый дешевый пневмомобиль делают в Индии. Авианосцы в Индии появились раньше, чем в Советском Союзе, если что. Там в действительности много чего того, что нам и не снилось. В Индии живут практически 2 миллиарда человек. И чтобы понять, каков их валовый продукт, вот вы сюда приедите, посмотрите. Если бы мы выставили в Индии выставку того, что делается в России, как вы думаете, сколько нам бы пришлось показать? Ну, наверное, раз в 100 меньше. А они вот кое-что делать-то умеют. Не в примерном. Конечно, то, что делается для мужиков, сюда не привезли. В основном здесь все для уюта. В следующих выставках мы вам покажем товары для мужиков. А сейчас каждая хозяйка за любую сумму легко купит себе то, что нигде, кроме Индии, купить не получится. Есть такое поверье, что в доме было все хорошо. Вам необходимо иметь 7 слоников. Вот здесь, сегодня и сейчас вы можете купить себе 7 различных слоников. Из серебра, из мрамора, из стика. И даже там, где внутри есть еще один слоник. Ну, а если в одном месте, то вот. Ровно 7 слоников. И в вашем доме все будет в порядке. Мы как-то причесались товарами невысокого качества. И товарами дорогими. Кому рассказать-то и не поверят, что самые дорогие фирменные кроссовки в Индии стоят, например, в 3 раза дешевле, а то и в 5. Сколько раз там был, столько раз и видел. Унылые лица туристов, подгоняющие багаж под норму перевозки. Да потому, что с такими ценами можно легко набить любое карго. Но цены сегодня здесь, в магнитке. Вы намек понимаете? И вот он, настоящий аромат Индии. Он начинается за моей спиной. Парфюмерия и настоящие камушки. Рекомендую посмотреть. Это настоящие камушки. Как так можно круто развиться? Да с этим, если честно, то всегда в Индии было все в порядке. Да и у ее, правда, долгое время преимущественно одна держава. В 50-х годах прошлого века ситуация-то поменялась. Если бы я вам рекламировал только выставку, вы бы наверняка переключили канал. Но возможность узнать, понять и приобрести не только часть Индии, но и навыки воспитания нации двух миллиардов, нации, не ждущие рассказов про коррупцию вечерами, нации в чем-то наивной, но при этом добродушной у вас есть. И все это до 16 декабря включительно происходит во дворце Рамазана.